здравствуйте дорогие друзья с вами я елена это юго-восток белоруссии я всех приветствую на своем канале рада моим гостям рада новым гостям кто ко мне впервые заглянул на канал я свои розы выращиваю на даче у меня огромное количество роз но по крайней мере для любителя коллекционера у меня более 200 сортов роз розы я выращиваю как я сказала ранее на даче у дачный участок берег реки пусть почва у меня песчаная очень-очень трудно трудные посадки трудоемкие потому что приходится делать выемку желтого песка заполнять посадочные ямы мне мои подписчики пишут в комментариях спрашивают как я делаю посадки задают очень-очень много вопросов по поводу заглубления прививки я в своих видео очень-очень много рассказывала о розах выходили всевозможные ролики и по группам роз и по селекционерам и как розы держат цветок и какие розы рекомендую посадить вот но вот сегодня я хочу представить вашему вниманию такую тему тему розы которые очень очень длительно держат цветок хотя у меня в предыдущем году тоже выходило такое видео но на сегодняшний день я бы хотела представить несколько групп объединить в одно видео здесь у меня будут не только флорибунды здесь будут и шрабы здесь и будут чайно-гибридные розы которые есть в моем саду которые мною очень-очень любимые и которые очень очень длительно как я сказала держит цветок и себя зарекомендовали на отлично и конечно же с такого количества роз очень-очень трудно отдавать предпочтение каким-то розам я всегда говорю что некрасивых роз не бывает в каждом каждой розочке есть свой шарм есть своя элегантность есть свой шик какие-то очень ароматные какие-то не очень у кого-то прекрасный цветок кто-то очень длительно держит цветок кто-то хорошо держит на солнышке цветок то есть получается очень очень сложно выбирать и дать к не отдавать такие вот характеристики которые можно объединять по одному их нему признаку но приходится вот перед вами розочка красная шапочка роза флорибунда у меня в моем саду она уже четыре года цветок она держит две с половиной недели хороших от момента цветения и до полного раскрытия роза не подвержена болезням хорошо зимует хорошо отзывается на подкормки высота где-то у меня сантиметров 90 ширина широкая больше метра она такая более такая раскидистая мне также мои подписчики постоянно задают вопрос что в каких вазонах у меня высажены розы отвечаю по ходу на вопрос у меня нету вазонов это у меня все огорожено бордюрной лентой так удобнее поливать удобнее подкармливать розы удобнее за ними ухаживать следующая роза это роза черри герн также флорибунда вот эта труженица одна из самых-самых трудяжек она цветет весь сезон немножко позже раскрывает свои цветы чем остальные розы но начинает свое цветение в нашей пятой зоне в беларуси начало июня и заканчивает в ноябре когда уже делаем обрезку и все она выдает сотни бутонов высота в моем саду каких в типичной флорибунды метр ширина больше метра цветок сам не сильно большой сантиметров 78 цветения в соцветиях до 10 до 20 огромнейшее количество выдает бутонов меня спрашивает как я обрезаю розы флорибунды я свои розы обрезаю под укрытие сантиметров на 50 на 60 то есть как где получается вот обязательно на зиму срезаю всю листву потому что мне тоже задают вопросы обязательно делаю обработки у меня всегда розы розарии уходят в зиму вычищенные обработанные без всяких листиков без всего роза труженица роза не болеет хорошо зимует прекрасное прекрасное всегда гармонично сформирован куст яркое пятно следующая розочка лоранка боль об этой розе и можно говорить все самое самое лучшее любимица красавица обильно цветущая всегда красиво формируется куст лист немножко такой матовый сам бутон сантиметров до 10 очень очень набиты распускается очень очень медленно с маленького бутончика и раскрывается в такой набитый набитый бутон красивейший цвет такой интересный здесь и таракот здесь и розовый и такой немножко выбеленный где-то роза если погода более прохладная она показывает себя по цвету более ярко насыщенный такой цвет имеет роза легкий легкий аромат куст у меня где-то высота метра двадцать ширина сантиметров до 90 немножко такой широковатый куст он у меня посажен на переднем плане роза всегда праздник всегда радует цветением это роза также какие черри герл она цветет абсолютно весь весь сезон вот у меня здесь сложено уже несколько видео и как вы видите в разных стадиях вот здесь погода более прохладная роза более яркая роза не подвержена болезням осенью в конце уже когда мы обрезаем розы готовим к зимовке может немножко снизу появится пятнистость но это абсолютно никак не абсолютно ее нисколько не портит замечательный замечательный сорт смотрите какая яркость красок такая неоднозначен такие прям кудряшки сложены длительно держит свой цветок она держит недель до трех и практически она роза это не бывает без цветов то есть даже если у нее две волны все равно между волнами всегда цветы присутствует цветение соцветия вот хорошо видно может быть и пять и шесть лист такой более тоже матовый огромный лист роза меня никогда не болела за пять лет из зимы выходила хорошо но как я всегда говорю и повторяю в моем саду постоянно идут партионактические обработки я конечно же стараюсь за розами хорошо ухаживать начиная с ранней весны и заканчивая поздней поздней осенью когда все розы уходят в зиму каждые две недели но если не получается у меня по времени то может быть через три неделю я делаю профилактически обязательной обработки подконки у меня идут под корень только ранней весной первая подкормка кальциевой селитрой дальше идут какие-то удобрения пролонгированного действия раньше покупала осмоход и сейчас я вот в 1 этот год я купила бонефорта для роз и мульчирование конским навозом неживым он такой более сухой чисто как мульча потому что как я сказала почва у меня песчаная питательные все вещества вымываются очень очень быстро и также пересыхает почва но если почва замульчирована держится какая-то влага есть какое-то питание и осенью у меня еще идет корневая подкормка это в августе средина августа калий магнезия под корень и перед самым укрутием обязательно все-все розы у меня просыпаются золой я вот немножко коротко рассказываю потому что у меня постоянно пишут в комментариях спрашивают как я подкармливаю дайте график график у меня есть на моем канале пожалуйста заходите смотрите все все расписано подробно какие подкормки в летний период у меня в основном идут баковые смеси и в баковых смеси всегда присутствует удобрения и одновременно от болезней и вредителей конечно же возможно где-то я и немножко неправильно делаю надо было бы это все делать в отдельности но так как у меня не позволяет время поэтому у меня идут совместные баковые смеси и стараюсь своевременно делать профилактику саду меня не болеет вы видите мои розы я выкладываю очень много роликов последнее время у меня не было не помнишь когда уже была последний раз скажем так мучнистая роса если только какое-то будет время сырое сырое и дождливое тогда а так розы все здоровые всегда радует обильным цветением яркостью цветения еще раз возвращаясь к этому замечательному сорту лоранка броль рекомендую всем эту розу роза праздник всегда цветущая на дождь она тоже никак не реагирует не пускает головы не загнивает не осыпается ничего точно так же как и нас далее включила сюда розу мускусный гибрид длинца букет парфе роза у меня огромнейшая высота больше чем два с половиной метра ширина метра полтора где-то метр семьдесят вот в этом году хочу ее повести как на арку попробовать как плетистую роза праздник букеты невесты посмотрите какие замечательные соцветия какая красота роза глянцевый лист имеет огромный такой большой очень очень роза любит покушать и любит хороший полив это розочка сами цветочки небольшие сантиметров до пяти до шести в соцветиях огромным количеством начинается цветение с такого бледно-бледно розового еле-еле оттененного розовинкой бутона далее переходит в белые при цветании немножечко я бы сказала так жухнет даже под коричневый роза свой цветок держит более трех недель осыпается потом к дождику тоже абсолютно никак не реагирует не загнивает не осыпается бутоны не опускаются замечательный прекрасный сорт кто любит именно мускусные гибриды кто любит такие розы с мелкими цветочками это роза для вас конечно же в первые первый год второй год посадки высоты такой не будет я сейчас при обрезке в этой розе сохраняю всю высоту то есть по длине побегу поэтому возможно нам не такая высокая ее можно вести обделать обрезку регулировать обрезкой но меня пока место позволяет вот она у меня на арочки прекрасно смотрится красивая такая красавица нежнейшая как пенный шарик цветение когда распускаются все все бутончики практически не видно листу роза не болезненная хорошо зимующая легкий легкий имеет аромат а это неповторимая роза лимба чайно гибридная очень изящная необычная роза а все благодаря своей такой уникальной окраске прекрасно дополняет любые композиции в саду роза такой фисташково зеленого цвета с оттенком где-то даже лимона желтого цветок держится до месяца на дождь абсолютно не реагирует роза не болеет хорошо выходит из зимы высота где-то метр ширина очень аккуратно сантиметров 60-70 цветочек сантиметров до 90 замечательный великолепный сорт цветы и и очень очень оригинальные я же вот неповторимость ее это именно ее зеленый такой окрас цветение хоть и чайно гибридная роза цветение идет соцветия до пяти до шести до семи легкий легкий аромат вот здесь видна ветка вообще действительно цветочка может 8 10 далее классическая чайно гибридная роза аква изумительно элегантная очень очень красивая правильного такого розового цвета а такого насыщенного полного роза очень очень имеет обильное цветение также может быть цветение и продолжаться две-три недели на повторное цветение тоже не жадная хорошо цветет высота где-то у меня метр десять ширина 60 65 цветочек сантиметров до девяти больше нету хорошо нарастает роза абсолютно бесшипная абсолютно легкий имеет аромат кто любит такой классический бутон чайно гибридные розы с таким прямо розовым и слинистым цветом то конечно же это роза для вас не подвержена болезням огромный лист имеет такая интересная интересная устойчиво к мучнистой россии устойчиво к черной пятнистости зимок у меня проходили очень хорошо она у меня уже четыре года полноценных в саду я же говорю высота ее такая но она немножко ну как один классический бутон соцветий никаких нету вот это я бы сказала ее такой недостаток очень очень ежегодно ценится за свой красивейший красивейший цвет кто любит именно классический чайно гибридный бутон то именно конкретно эта розочка для вас а это чайно гибридная роза deep water прекрасный замечательный сорт имеет такой высокий плотный бокал но как классическая чайно гибридная роза распускается цветок очень очень медленно с длительным цветением цветение до месяца в этой розы на солнце вообще не реагирует абсолютно не реагирует на дождь плотные плотные стебли на плотных стеблях прекрасно держит свой цветок просто замечательно роза такого неординарного я бы сказала цвета здесь присутствие лилового сиреневого фиолетового количество на стеблях может быть даже до пяти штук аромат легкий присутствует высота где-то до метра ширина очень аккуратно сантиметров до 80 размер цветочка сантиметров до 12 устойчиво к болезням хорошо выходила из зимовки замечательный прекрасный сорт у меня это розочка ко мне попала перри сортом очень длительное время я не могла определить как она называется всем благодарна моим друзьям подписчикам за то что помогли определить этот сорт а это прекрасная флорибунда замечательный шикарный сорт просто великолепнейшая роза поэзии это роза американской селекции красота у нее неповторимая очень очень аккуратная флорибунда высота где-то до метра ширина очень аккуратная 60 максимум 80 сантиметров цветение идет соцветиях соцветия может и 5 6 и 7 красивый такой большой глянцевый блестящий лист роза хорошо зимующая имеет очень очень крепкий иммунитет не болеет цветочки просто шедевральная красота неповторимая сами цветы сантиметров до 9 имеют такой розовый цвет приятный нежный нежный с подсветкой какого-то перламутра когда погода более прохладная роза такая более яркая насыщенная прям с оттенком оранжевого цвета эта роза имеет вообще непрерывное цветение она цветет постоянно вот с раннего с раннее лето как она зацветает она уходит от цвета поздней поздней осенью цветок держится месяц и более вообще абсолютно никак не реагирует на солнышко также сама она вообще абсолютно безразличная к дождику вот хорошо видно уже стадии отцветания и расцветания маленький бутон такой яркий более высветленная это уже отцветание идет где-то больше месяца роза немножко показывать серединку я бы сказала что это роза имеет все достоинства и лучшие качества крепкое здоровье хорошая зимовка постоянное цветение легкий приз легкого присутствия аромата есть в этой розы единственный единственный я бы сказала минус по моим наблюдениям она не очень охотно нарастает у меня роза полноценно в саду четыре года она как бы пару лет нас к я бы сказала она тормозила она была на какой-то одной такой высоте сантиметров может до 50 до 60 вот далее уже на третий год на четвертый год она конечно себя стала показывать грациозной такой красавицей цвет неповторимый розочка просто прелесть люблю люблю эту розу безмерно потому что я же говорю вот на меня пробыла никогда не болела зимы выходила замечательно и постоянное постоянное цветение лепестки такие плотные как забальзамированные просто плотные плотные серединку да она показывает процветание но это нисколечко ее не скажем так не уменьшает ее шарм ее красоту вот эту розочку если она вам попадается обязательно приобретайте и будете всегда любоваться прекрасным длительным цветением я живу все лучшее что можно не говорить это об этой розе прекрасная флорибунда и среднерослый куст очень очень хорошо подойдет на передний план она будет украшать она хорошо будет сочетаться с более яркими розами будет конкретно как бы показывать свою вот такую красоту и контраст будет с более яркой розочкой но сам небольшой цветочек сантиметр кода 9 как я сказала и разнообразие присутствия цвета в ней лосось и розовый и перламутр и цветение как и все флорибунды конечно же в соцветиях далее обильно цветущая флорибунда голдельзи это селекционер тантау розочка потрясающая просто замечательнейшая флорибунда цветком такого насыщенно золотисто-янтарного цвета имеет приятный сладкий аромат красивая оливковая такая зеленая листва которая прекрасно подчеркивает красоту самого бутона зацветает очень рано длительно до месяца держится цветок на солнышко не реагирует единственно высветляется на дождь вообще не реагирует она даже в своем бутоне имеет какие-то завитушки сам цветок идет сантиметров до 10 на на стебле может быть и 3 и 5 высота у меня очень аккуратно сантиметров 70 ширина дита 60 устойчиво к болезням хорошо зимующая розочка вот просто украшение такое солнышко яркое пятно для всех будет роза чайно-гибридная люксор я бы сказала что это роза на любителя она бекалор двухцветочка и розовый и красный и лепестки внутренние идут белого цвета цветение в соцветиях типичная чайно-гибридная роза но очень эффектная выделяется строй среди других именно роз чайно-гибридных своим неповторимым окрасом побеги такие толстые плотные прямо стоячие шипов практически не имеет образуя такой мощный объемный ветвистый куст но высота небольшая до метра ширина дита сантиметров 80 не больше длительно держится цветок больше месяца и прямо на стебле засыхает дождь переносит замечательно также не загнивает голову не опускает абсолютно хорошо но как я сказала в начале на любители розочка огромный глянцевый лист ответе обратная сторона просто белого цвета интересная роза интересная кто любит такую расцветку и из-за того что она настолько длительно держится цветок бутон сантиметров до 10 она набитая очень несмотря на то что чайно-гибридная но она у меня вот выдала выдала ветку вот это одна ветка это тоже идет второе цветение и на одной ветке здесь не на бутонов может 12 будет видите как в каком саду и смотря какая почва она себя показывает но роза беспроблемная не болеет зимы выходит хорошо я ее пробовала черенкова черенкуется легко и как я сказал такие прямо стоячие стебли плотные такие вообще и бутоны настолько набитые прям по них вот берешь их стучишь они абсолютно нормально дождик если проходит чуть-чуть попадает вода вода это стекла и все роза дальше имеет свой декоративный вид прекрасно смотрится хорошая розочка замечательная можно приобретать и любоваться длительным цветением далее чайно-гибридная роза керио моя солнечная красавица это вот в саду в любом розарии солнышко сорт просто выносливый замечательный не болезненный прекрасно смотрится в саду красотой своего цветочка завитушками цветок держится в этой розы недели три на четвертой неделе уже к месяцу он становится более светлый такого насыщенного насыщенного розового желтого цвета желто лимонного даже цвета величина самого бутона где-то сантиметров 10 набитый бутон листва блестящая огромная высота в моем саду до метра розы осенью может быть немножко выше метр 10 ширина очень аккуратно сантиметров на 80 не больше огромный огромный блестящий лист абсолютно роза не жадная на цветение и на первую волну и на вторую волну обильнейшая дает цветение пахнет замечательно не очень насыщенный аромат в любом случае присутствует единственный недостаток в моем розарии роза подвержена хлорозу но у меня розы многие хлорозят я об этом постоянно говорю потому что почва бедная песчаная очень очень быстро все уходят питательные вещества из почвы поэтому она у меня особенно уже к осени она меня подвержена хлорозу хотя в обработке постоянно добавляю все компоненты с присутствием железа но все равно немножечко хлорозе сама сам бутон раскрывается с маленького с маленького бутончика раскрывается в полноценный бутон маленький бутончик такой темненького темного желтого цвета прям с оранжевым когда раскрывается такое солнышко в саду принципе вот кто бы ко мне не зашел это роза на себя всегда привлекает внимание и спрашивают что это за роза солнечная красавица на дождь не реагирует длительно держится на солнце как я сказала до месяца не болеет но когда были огромные морозы это вот пару лет назад было она у меня немножко подмерзла но прекрасно это роза восстановилась от прививки дала много побегов сформировала прекрасный нормальный куст хорошо процвела и радует постоянно своим цветением роза дает полноценные две волны но между волнами цветения всегда есть цветы всегда такого не бывает чтобы она стояла без цветов из-за того что бутончик раскрывается очень-очень медленно поэтому такое длительное цветение именно до месяца рабочая такая розочка стабильная розочка не болеющие прекрасно вот и желток я бы сказала одна из самых-самых любимых роз и вот мне тоже в комментариях пишут что это роза нравится очень-очень многими многие с удовольствием ее хотят себе приобрести у кого ее нету роза достойная и по формированию куста и по стойкости и по здоровью и по обильности цветения и по длительности цветения и также выносливая к осадкам дождю особенно осенью когда затяжные дожди все розы могут стоять с опущенными головами это же роза никогда у нее цветок никогда не паникает смотрит только наверх единственно на солнце я живу она просто высветляется может до белого и не загнивает от длительных от длительных дождей пожалуйста приобретайте и радуйтесь этому солнечному лучику а это прекрасный и достойный сорт розы чайной гибридной эльтора роза срезочная замечательно это роза отличается именно своей окраской привлекает себе внимание цвет у нее такой кроваво-красный кроваво-оранжевый зависимости от погодных условий она меняется как хамелеончик хотя оригинартором роза нидерланды заявлено что она цветет по одному цветочку сад один бокал имеет на стебле но у меня это роза показывается свете и по три и по четыре роза славится своим именно обильнейшим цветением три-четыре недели роза стабильно держит свой цветок потом немножко становится светлее бутон и засыхает его нужно убирать очень очень интересное сложение самого самих лепестков они такие прямо рюшечки закрученные смотрите какая интересная закруток какой идет самих лепестков листья темно-зеленые с таким красноватым оттен там как куст очень очень компактный где-то 90 до метра ширина сантиметров 70 80 не больше никогда не выстреливает стебли такие плотные прямо стоячие они колючие гладкие как я сказала что роза отличается именно оригинальностью и форме своих лепестков и как хамелеончик меняет цвет зависимости от погодных условий у нее всегда каких-то два тона она может переходить до такого цветения окраски от яркого потом переходит более светлый или более темный прямо с таким чуть ли не с черным отливом интересное интересное как я сказал сложение лепестков посмотрите какие завитушки и какие закрутки аромат роза конечно имеет слабый практически еле-еле уловимый почти его нету абсолютно бесшипные хорошо зимует не вымерзала у меня это розочка листья средние резные такие темно-зеленые сам цветок идет сантиметров до 12 устойчиво к болезни мне было замечено на меня не мучнистой росы не черной пятнистости шикарный сорт просто великолепный замечательный вот кто любит такой цвет яркий яркий прям вырви глаз и любоваться длительным длительным цветением эту розу можно спокойно себе приобрести а это замечательная флорибунда не на вейбл она уже на рынке более 40 лет зарекомендовала себя прекрасно одна из таких красных флорибунт очень хорошо длительно держится на солнце имеет непрерывное цветение цветок сантиметров до 6 до 7 аккуратный куст где-то сантиметров до 80 не выше ширина сантиметров 70 тоже не больше роза показывает серединку но и это абсолютно нисколько не портит для новичков можно прекрасно эту розочку приобретать она не подводит постоянно цвету хорошо зимует имеет крепкий иммунитет на себя болезни никакие не цепляет блестящие листва цветение в соцветиях в 3 5 имеет легкий аромат крепкая по здоровью как я сказала роза вот пожалуйста и можно приобретать у меня многие из подписчиков спрашивали по эту розочку она меня редко пропадала в видео вот я решила ее добавить также в это видео и завершаю сегодняшнее свое видео розой флорибунде митсаммер роза любви любимица вот просто любимица люблю ее на всех стадиях раскрытия роза потрясающей красоты само совершенство просто волшебная роза высота у меня очень огромная где-то метр тридцать метр сорок так что для переднего плана смотрите она не подойдет цветок держится очень очень длительно цветение продолжительное очень очень обильные на всех стадиях роза красавица цветка не конечно у нее неординарный очень очень такой яркий вот кто любит такие розы это именно для вас но мне многие в комментариях пишут что не нравится такой цвет здесь понимаете присутствие и розового подложка такая идет желто-белого цвета вот хорошо видно потом когда она начинает отцветать она уходит в какой-то я бы сказала более красный цвет но роза абсолютно не реагирует на дождь абсолютно и абсолютно все равно до дождя она длительно длительно держит свой цветок недели три-четыре лепестки сами очень плотные листва также такая глянцевая плотная кожистая роза шедевр я называю единственное что ее недостаток она колючая приятный имеет фруктовый аромат тоже что немаловажно нарастает очень хорошо формируется куст тоже замечательно не подвержена болезням хорошо зимующие у меня этот куст полноценно уже пять лет он ни разу меня за это время не подвел роза сильная здоровая быстро нарастающая замечательная сам конечно цветочек не очень большой идет сантиметров где-то до 9 до 10 максимально цветет она соцветиями вот видно стадии она уже немножко здесь высветлилась но нисколько не портит это ее вид абсолютно розочка замечательный замечательный сорт шедевра и шедевральный любимица любимица хотя нельзя так говорить нет не нелюбимых роз розы все любимые но это роза прекрасно единственное что же ворон отдает высоту и на осень может выбрасывать удочки поэтому тоже смотрите на передний план может и не пойти цветение всегда в соцветиях всегда в цвету всегда радует замечательный прекрасный сорт еще раз повторяюсь поэтому да можете приобретать она всегда будет радовать расцветка неоднозначная выразительный очень сорт и густо махровая густо махровая цветки вот видите здесь она идет уже на цветание цвет такой более розовый я бы сказала потом он переходит в более красный хорошо зимует абсолютно хорошо зимует но не в колючая как я сказала вот это тоже ее недостаток очень выносливая очень по здоровью это просто нечто а не роза вот на сегодня вам такой обзор пожалуйста приобретайте розы украшайте свои сады любуйтесь этим обильным цветением я постаралась сделать подборку розы которые обедлительно цветут не реагирует на дождик всегда в цвету все лето всем спасибо кто был со мной всем спасибо за просмотр выращивайте розы и будьте счастливы всем всего хорошего и до свидания